Содействовать в защите здоровья людей, которые находятся в условиях традиционного воздействия. Мы внимательно следили за аварией после трагедии в прошлом году в марте месяце. И естественно, что мы не можем, в том числе и я, быть безучастны к тем проблемам, которые сложились, складываются в вашей стране. К сожалению, информации крайне мало из вашей страны об уровне загрязнения территории, радиоактивными элементами в результате аварии. И поэтому очень сложно делать заключение, находясь вдали от Японии. И поэтому я проанализировал предложение и приехал в Японию только с той целью, чтобы высказать свое мнение о воздействии радиации, прежде всего, инкорпорированного радиоактивного излучения на организм людей. И этим самым, предоставив информацию людям, способствовать тому, чтобы они более эффективно защищали свое здоровье в условиях, которые сложились после аварии на атомной станции Фукуссима. Эта... В своих заключениях и в своей оценке я руководствуюсь тем опытом научной работы, который был получен мной и моими коллегами в результате деятельности, когда я возглавлял и был ректором Гомельского государственного медицинского университета, который организовал в 90-е годы и который изучал последствия трагедии в Чернобыле на здоровье людей. Воскресенье Я думаю, что наши встречи, которые прошли в Японии в результате этого визита позволили и мне лучше понять реакцию народа Японии на ситуацию, которая сложилась после аварии, понять, что нужно сделать для того, чтобы эффективно защищать здоровье людей. Я думаю, что и какую-то пользу от этого визита получили люди, которые приходили и слушали меня на этих лекциях в разных городах Японии. Вот уже около 3,5 тысячи человек присутствовали на этих лекциях. Я видел о том, что люди нуждаются в информации, люди нуждаются в том, чтобы им помогали получать эту информацию и принимать правильные решения. Но, как человек, который длительное время работал в государственных структурах и осуществлял защиту здоровья людей в зоне Чернобыльской катастрофы, я особое внимание уделяю реакции государственной власти, депутатов, парламента на ситуацию, которая сложилась в вашей стране. Благодаря и вам награды. Здравствуйте! Наш опыт показывает то, что воздействие радиоактивных элементов, которые проникают в организм человека, опасны для здоровья людей. И это опасность, которая может сказаться на здоровье многих-многих тысяч, если не миллионов людей. И, естественно, она не будет ограничиваться только каким-то отдельным периодом, потому что во внешнем среду, в результате аварии на атомных реакторах фукусимы, выброшено огромное количество радиоактивных элементов. Я думаю, что вы должны объективно подойти к оценке ситуации, и ни в коем случае не повторить тех, того опыта, который повторило руководство Советского Союза, который был руководством Советского Союза, и стран, которые после него существуют. Их политика привела к тому, что население полностью, достаточно с высокими темпами вырождается, смертность превышает в районах наиболее пострадавших в несколько раз рождаемость, и люди умирают от тяжелых заболеваний, причем умирают молодые люди. Продолжение следует... 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 Если у вас есть какие-то информации, если вы хотите рассказать, то я хочу рассказать вам о том, что это один из самых важных информаций. К сожалению, у вас очень мало информации. Вы скрываете эту информацию даже от себя. Если вы так будете скрывать, от вас ничего, от населения Японии может через несколько десятков лет остаться очень немного людей. Если мы продолжаем эту информацию, то через несколько лет, то я думаю, что я не могу представлять эту трагедию, как какую-то мелкую аварию. Я думаю, что это было небольшое событие. Вам хочется успокоиться, но на самом деле... Я не могу, но это тяжело. Она тяжелая и для мира, который получает огромное количество радионуклиидов из Фукусимы, но для Японии она очень тяжелая. Я не знаю, как им верить... Я не знаю, как им верить... Вы все знаете и умеете, и какие установлены воздействия, и все нормально. Я обращаюсь еще к тому опыту, который имеют японские ученые-медики, которые изучали последствия чернобыльской катастрофы. Я помню тот симпозиум, который мы организовали у меня в университете в Гомельском медицинском в 1994 году. Я помню, что они уделяли внимание нашим совместным публикациям, где было упоминание о поражении сердца при воздействии ЦЕЗИ. И вот этот весь опыт совершенно не используется. Я совершенно не могу понять вот этой ситуации. И, конечно, при таком неведении, при отсутствии информации, как вы можете помочь своим людям? Вы совершенно не поможете им ничем. Потому что вы не знаете. Вот эта политика замалчивания ситуации в Беларуси, в Украине, да и в России территории, которые пострадали, привела к тяжелой ситуации. Демократическую ситуацию, катастрофу. Это катастрофу. Можем показать вам на лекции более подробно. Я выступал с этими докладами. Вы что хотите, такую катастрофу у себя иметь, что ли? Если ничего не будете делать, будете иметь. У вас очень высокое плотное население. И, естественно, на территории, которые загрязнены, поражается очень много людей. У вас это грязь, обломки эти, которые после цунами находятся на территории. Они источники высокой радиации. У нас уже не имеет уровня. Они должны быть, как и катастроф. Они должны быть в основном. Нужно необходимо использовать эти источников, для которых будут производить работу по всей территории. И в прошлой территории. Я думал, что вот это замалчивание характерно для политики коммунистической партии Советского Союза, тогда она имела свою диктатуру. Но когда мы это видим в наиболее цивилизованной стране мира, мы уже давно говорили, что вы живете в 21 веке, это меня просто это потрясает. В общем, что в наиболее цивилизованной страны, как в настоящее, что было так, что было в 21 веке. Но в этой стране мы уже понимали, что это не просто. А еще раз, когда в 2020 году наиболее цивилизованной страны новостроительным условиям и старинным условиям. Продолжение следует... 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 Вы не регистрируете их с поверхности, но они существуют и проникают в организм людей через корневую систему растений. У вас сейчас такая ситуация, когда цезия расположена на поверхности, и практически в любом случае отдельные концентрации его будут очень высокие. Сейчас ситуация такая, когда цезия расположена на поверхности земли, и могут быть места, где концентрации его будут очень высокие и опасные, особенно для детей, которые маленького роста и расположены, находятся близко от земли. И даже 37 кВт на метр квадратный, это достаточно серьезное воздействие на ребенка, даже внешнего, внешнее облачение. 37 кВт на метр квадратный. 37 кВт на метр квадратный. Если у вас есть 37 кВт, то это может быть опасно. Люди, которые перенесли уже воздействие радиации, вот длительное время существуют, жили в радиационном воздействии, и как бы снова попадаешь в эти условия, организм начинает реагировать очень остро на радиационное внешнее даже воздействие. 37 кВт на метр квадратный. Т-кВт на метр квадратный. astry кВт на метр квадратный. Т-кВт на метр квадратный. Продолжение следует... 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 содержание радиоактивных элементов в окружающей среде, возможные внезапные смерти. Радиоактивная цезия на сердце показало, что цезия очень агрессивен в отношении данного органа, впрочем, как и в отношении других органов, жизненно важных. Проникая в организм, он инкорпорируется в клетки сердечной мышцы и нарушает обмен веществ, нарушает энергетику этих клеток. Сэссиумが,ですね,取り込まれますと, 心筋の細胞に,ですね,蓄積します. そういうことによって代謝機能が失われ, そして энергии сайтаができなくなります. Особенно опасно его воздействие на проводящую систему сердца и этим самым нарушает ритм сердца, сердечных сокращений. И в ряде случаев это оказывается губительным для человека. Это трудно предугадать, но исследование аутопсийного материала, то есть погибших людей, позволит вам определить содержание радионуклеидов, цезия в организме, в органах, позволит, ну, подтвердить, что цезий там был и что, действительно, если использовать наши данные, сказать о том, что он мог быть причиной гибели человека. Но вы уже этому человеку ничем помочь не можете. Значительно полезнее, если вы будете использовать результаты исследований и тот опыт, который получен нашим университетом, который опубликован в моих книгах, для того, чтобы не допустить этого, этой ситуации. Для этого... Вы можете, конечно, проводить параллельные исследования у людей, у живых людей, о влиянии на сердечную деятельность. И обязательно должны проводить радиометрическое исследование, содержание радиоцезия в организме. Тогда вы будете видеть группу риска людей, у которых может возникнуть внезапная смерть. Не существует точных ДОС для внезапной смерти. ДОС цезия, количество цезия для возникновения внезапной смерти. Мы показали в своих исследованиях, что даже небольшие, относительно небольшие количество радиоцезия, 20-30 бикирилей на килограмм, массы тела могут вызвать нарушение ритма и достаточно серьезные нарушения ритма у детей и быть причиной гибели, внезапной гибели ребенка. Поэтому нужно проводить определение содержания цезия у детей и у взрослых людей, практически у всех людей, которые находятся в зоне, бедствия в результате аварии на атомной станции Фукушима. В результате,今回の Фукушима原発の被災地においては 子供だけではなく大人も含めて全員を対象にした そのような占領調査が必要だと思います. ありがとうございます。 この交流を通してですね, факторの研究をこれからどういう形で 日本に還元したいと思われたか 簡単に教えていただければと思います. まず、日本の方々とコメントで お会いできる機会をいただいたことに感謝します。 потому что мы практически работали все эти дни и очень интенсивно работали. Практически я встречался в аудиториях с людьми. 本当にタイトルでですね こういう講演会の聴衆の方々と しか会ったような気がしません. Я видел живой интерес людей к проблеме. この問題にですね,本当に皆さん 関心持ってらっしゃるということを感じました. Я готов предоставить все информацию, все знания, которые есть у меня. 私が持っている情報,そしてまた私が持っている知識を 皆さんに提供する用になります. для того, чтобы помогать вам справиться с этой бедой. そしてこの不幸と戦えるために я не могу быть безучастным к этой проблеме, потому что я врач. 私は医者なので このような状況に対して目をつくることはありません. И как врач, я выполняю свой долг. 医者としては自分の責任を果たします. Если у японского народа, у общественности, у государственных структур будет интерес к продолжению нашей совместной работы, я приниму это предложение и буду вам помогать. もしも日本,また日本の国民の皆さん, その日本の社会, そしてまた国の機関もですね, この問題について関心があって 私と仕事をしたいということであればですね, そのような提案は 私は心よく受け入れたいと思います. АПЛОДИСМЕНТЫ quizás N'U Pulled for � and Run 利用 aspirations Lag 忍 四 jamin 偵